Всем привет! Сегодня у нас на руках мобильный телефон компании MySaga, модель M1. Итак, давайте посмотрим на него. На коробке спереди мы видим фотографию телефона. Тут ничего не значащие картинки. Сзади на телефоне мы видим некоторые технические характеристики, такие как одновременная поддержка двух сим-карт, четырехъядерный процессор MTK6589, 4,5 дюйма экран, с разрешением 1280х720 пикселей, емкостный экран. Передняя камера составляет 2 Мп и задняя 8 Мп. В стоке идет Android версия 4.2, также есть поддержка microSD-карт памяти размером до 64 ГБ, 1 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенной памяти. Что ж, давайте достанем телефон. Мы видим обычную коробочку. Внутри лежит телефон. Достаем из пакетика. К нему мы вернемся чуть-чуть позже. Видим батарею внутри. Как и было указано производителем, батарея на 1800 мАч. Что у нас еще есть? У нас есть блок питания с европейской вилкой. Никаких проблем с пользованием в России у вас не будет. Также внутри лежит обычная стерео гарнитурная и microSD-кабель. Видим инструкцию пользователя на английском языке. И гарантийный талон международного гарантийного сервиса. Так, давайте вставим батарейку в телефон. Сначала снимем его от пленок. Так, вставим батарейку. Нужно потянуть за нижний левый угол. Мы видим, что телефон имеет два слота под сим-карты и один слот под microSD-карту памяти. Задняя крышка сделана из какого-то непонятного пластика. По ощущениям он порезинен. Сидит в руке достаточно удобно. На передней панели мы видим только динамика камеры. Сверху у нас есть слот, разъем для наушников, кнопка включения телефона и microUSB-порт. Сбоку мы видим качельку громкости с налепленной на ней наклейкой, которую мы снимем. Снизу есть только микрофон. И с правой стороны тоже ничего. Сидит телефон в руках нормально. Ничего не люфтит, не качается, не звенит. Все хорошо. Итак, включим телефон. Как мы видим, нас прористует логотип компании MySaga. Собственно, он включился. Давайте подключимся к Wi-Fi и проведем тест Antutu. Телефон сразу в стандарте идет с английским языком. Поменять на русский язык у вас не составит никаких проблем. Что мы сейчас и сделаем. Русский. Все, вы видите нормальный перевод. Включаем Wi-Fi. Подключаемся к Wi-Fi сети, вводим пароль. Подключились. Теперь зайдем в Google Market и скачаем саму программу Antutu. Для этого нам уже нужно войти в наш аккаунт. Вот и загрузился Android Market. И мы скачаем тест Antutu. Спасибо. Выбираем тест. Нажимаем кнопочку «Установить». И ждем, когда оно загрузится. Вот, собственно, Antutu и установился. Сейчас мы его запустим и полностью протестим наш телефон. Нажимаем кнопочку «Тест». Выбираем первый тест. И просто ждем. «Тест». «Те». 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 «Тем'» «Те». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наше устройство получило 13561 Antutu-попугай. Мы достаточно близко находимся на уровне с HTC One X. Смотрим информацию о телефоне. Операционная система, как мы видим, установлена Android версия 4.2.1, четырехъядерный процессор, разрешение экрана 1280 на 720 пикселей. Задняя камера программно растянута до 12,6 Мп, передняя до 4,9 Мп. Вот, собственно, и всё. Вот как работает интерфейс, покажу. Никаких торможений, никаких лагов нет. Вот, собственно, и всё. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok